Добрый день! Сегодня мы поговорим о архаической Греции в эпоху Великой Греческой колонизации в 8-7 веках до н.э. и 6 столетии, когда архаическая эпоха закончилась оформлением трех основных политических систем Древней Греции, когда сложились самобытные Каринф, Спарта и Афинское государство. На титульном слайде вы видите Триеру, боевой корабль древних греков и храм Зевса Олимпийского в Афинах, в котором колонны выполнены в Каринфском ордере с листьями аканта наверху. Итак, на слайде теперь мы можем посмотреть основные направления греческой колонизации. Колонизация – это освоение новых территорий, попросту говоря, расширение сферы обитания той или иной группы людей. В общем, это одна из форм исторических миграций. Миграции вечны и будут продолжаться постоянно. Так вот, древние греки тоже перемещались в пространстве и осваивали самые разные территории. Первое, еще архаическая колонизация – это заселение Иоаннического побережья Малой Азии и Крита в XI-XIX столетиях до н.э. Следующее направление, то, которое можно считать ключевым – это Великая Греция. Не путайте, пожалуйста, Великую Грецию и Балканскую Грецию. Тем более, не путайте Великую Грецию с современным государством Греции. Великая Греция – это области Южной Италии и Сицилии. Это территории, которые были населены греками. Одно из самых интересных поселений Италии, городов Италии, Неаполь, так и называется «Новый город». Неаполь – это по-гречески «новый город». Так вот, именно туда двинулись переселенцы, на запад, в те области, где им, в общем, практически не могло встретиться серьезного сопротивления. Одна из особенностей колонизации – это то, что греки, в общем, редко двигались туда, где были сильные государства. Там, где были сильные государства, с мощными армиями, грекам делать было решительно нечего. Их поселения, хоть и были храбрыми, но, в общем, далеко не такими многочисленными, как страны Ближнего Востока. Следующее направление – это Северное Прочерноморье. Северное Прочерноморье, ну и, в общем, северное побережье еще Малой Азии. Однако Северное Прочерноморье более значимо для нашей страны, потому что на территории России и на территории бывшего Советского Союза довольно много памятников античного времени в Крыму, на Украине и в областях Приазовья. Прочерноморье – второе направление колонизации северное. И еще одно направление – это Южное, это область города Кирена или Киренаики, находится она на территории современной Ливии. И одно единственное поселение – Навкратис в дельте Нила в Египте. В Навкратис двигались самые разные полисы в Египет, но это исключение, разумеется. Это не массовое явление. Массовым явлением колонизация была при Черноморье и на территории нынешней Италии. А теперь причины колонизации – это решение внутренних проблем каждым полисом Греции. Внутренние проблемы могли быть самыми разными. Очень популярная проблема – земельный голод, просто нехватка земли. Дело в том, что территория Греции далеко не самая плодородная, если мы говорим о Балканах. Балканы, конечно, позволяют прокормить какое-то количество населения, но если население растет, ему требуется больше продуктов питания, требуется больше хлеба. А поскольку на почвах Балканского полуострова, где 80% – это просто горы, и только 20% примерно – это равнинные области там, там не такой высокий урожай, и поэтому ячменя не хватало, приходилось двигаться в разных направлениях, чтобы выращивать зерно. Поэтому земельный голод – это действительно важная причина колонизации, но, конечно, не во всех случаях. В ряде городов колонизации к переселению в колонии приводило поражение той или иной силы, той или иной стороны в политической борьбе. Тогда просто проигравшие покидали город, бежали от преследований, основывали новые поселения, но, в общем, санкции города-метрополии, материнского города. Теперь у нас еще одна карта. Здесь мы с вами можем найти на территории Балканской Греции три основных центра архаической и классической эпохи – это Афины, Каринф и Спарта. Так вот, в частности, Каринф вывел несколько клоний. Это Сиракузы – тот самый город, где спустя несколько столетий жил величайший инженер, изобретатель древнего мира – это Архимед, и Киркира на острове Корфу. Киркира на острове Корфу – это еще одна колония Каринфа. На самом деле, их было гораздо больше. Теперь Спарта. Спарта основала единственную колонию Пент на юге Италии, выселив детей незаконно рожденных, детей свободных спартиаток, у которых не было официального отца, парфениев так называемых. И был основан еще один город, который потом прославили в произведении Тентарен из Тараскуна. Так вот, Феры – это остров в Эгейском море. Феры после извержения вулкана Санторин задумали, жители острова Фер задумали переселиться и основали Кирену, ту самую Кирену, которая находится на территории нынешней Ливии. Так вот, таковая связь между колониями и митрополиями была крайне масштабной. Дело в том, что из митрополии везли множественные пары ремесленного производства. Это железо, железные орудия труда. Надо помнить, что Греция архаической эпохи – это эпоха железного века. Греция знала железные орудия труда, железное оружие, которое, собственно, и позволило грекам сделать очень многое в истории. Греки получили возможность все поголовно вооружиться, все свободные греки имели возможность обладать военными предметами из железа, не из бронзы, которая дорогая. Бронза – это сплав железа, дешевая относительно вещь. И поэтому грекам удалось вооружиться всем, создать фаланги и, в общем, быть довольно успешными в своих действиях. Железное орудие труда везли из митрополии. Из митрополии везли еще керамику, посуду и шерстяные ткани, поскольку разводили овец и кост. А из колонии везли зерно и вино. Ну, собственно, вино могли везти и из митрополии. Это, в целом, основные товары тогдашней торговли. Товары, которые в значительной степени, особенно зерно, вино и ружье, глиняные посуды, ткани, это все товары повседневного употребления. Это не предметы роскоши. То есть торговля была повседневной, а не чем-то исключительным. В морской торговле в разное время лидировали разные города. Это Эллады, в частности, в VIII веке это Эгина. Дальше с конца VIII до середины VI столетия лидировали Каринф и Халкида. И с середины VI века лидерство захватили Афины в морской торговле. Собственно, результатами этой торговли стала унификация весовой системы. Дело в том, что постоянный и регулярный обмен товарами требует единства меры весов. Это просто рационализация обменных отношений. Начали чеканить монету. Опять же, нужен был всеобщий эквивалент стоимости, чтобы не думать о том, сколько что стоит, сколько на самом деле весит эта монета. Достаточно было внедрить стандартную монету. И полисы, конечно, стали более взаимосвязаны друг с другом. Именно в силу зависимости и от поставок зерна из колоний, и от мира с другими полисами. Потому что если полисы враждуют, то очень тяжело вести торговые операции. А полисы враждовали и часто очень сильно. Практически все соседи друг с другом воевали. Ну, в частности, Спарта постоянно воевала с Аргасом, с Мессении. Каринф воевал с Аргасом. Это было нормально на Пелопонессе. Это не единственные примеры, конечно, их можно легко умножить. И придумали даже в 8 веке до нашей эры Олимпийские игры как раз для того, чтобы на какой-то срок, хотя бы небольшой, прекратить военные действия. Заменили спортом войну. Спорт, на самом деле, исторически, это замена войны. Это либо подготовка к войне, физические упражнения, либо замена их. Ну, вот спортивные состязания таким образом ненадолго смягчали накал страстей в военном деле. Обмен информацией. Торговля всегда приводит к росту обмена информацией. Именно поэтому очень популярна концепция, что торговля способствует развитию мысли. И это действительно так. Торговля предполагает расчет, рациональность. Хотим мы того или и кинс считать, в торговле нужно больше, чем в других сферах жизни. Вот. Рациональное мышление – это тоже необходимость. Как раз и для торговли, и для чеканки монеты, и для унификации весовой системы. Это все, в общем, взаимосвязанные явления. Их невозможно однозначно какие-то назвать причины, какие-то следствия. Это целая совокупность причинно-следственных процессов, которые, в общем, привели к тому, что Греция стала очень активно развиваться. Вплоть до того, что в VI веке до нынешней эры, в конце архаической эпохи, в Греции возникла философия. В общем, явление уникальное для мира, поскольку только в Греции, Индии, Китае философия появилась. В других странах все это только заимствовали у соседей. Других вариантов тут нет. Вот меры веса. Пожалуйста, сначала были единские, они в правой колонке, они побольше. Здесь талант весил 37 с лишним килограммов, мина – 623 грамма, драхма – 6,24 грамма. Но потом возобладали оттическо-юбийские системы меры веса. И это понятно. Чем больше торговля, тем больше мелкой монеты нужно. Поэтому решили, что проще пользоваться более мелкой монетой. И талант стал весить всего 26,2 килограмма, мина – 436,6 грамма, ну и драхма – 4,36 грамма. Сейчас на рынках, на аукционах Сотбис, например, продают монеты древнегреческие за большие деньги. И это в основном драхмы, тетрадрахмы, то есть 4 драхмы сразу в одной монете, и абола. Они, конечно, потертые от времени, но, тем не менее, сохраняют признаки своего номинала и, в общем, очень хорошего качества. Теперь про архитектуру. Собственно, при вида ордера украшение колонн было известно в древней Греции. Торический орден первый. Он простой. Там колонна сверху практически ничем не украшена. И у колонны очень часто просто отсутствует база. Она стоит на полу без всяких подготовительных элементов. В ионическом ордере есть валюты, просто завитки. Это украшение капители колонны. Колонна украшена, то есть капитель колонны украшена сверху, и появляется база, правда, простая. Ну и последнее, Каримский ордер, он справа. Там капитель очень красивая, там она выполнена в виде цветов. Ну, собственно, три основные типа ордера в древней Греции. Вот прорисовка схемы здесь более детально, со всеми деталями, указанием на появление всяких новых вещей в разных базах. Но сами колонны могут отличаться по форме. Это, кого интересно, можно посмотреть. Это уже тема архитектурная, не историческая, поэтому я двинусь дальше к ближайшим центрам архаической Греции. Еще раз, архаическая эпоха, восьмой, шестой века до нашей эры, становление полисов. Становление полисов. Полиса сложились, Карим в торговой олигархии, это в шестом веке. Раньше Карим был и под властью рода бакхиадов, и под властью тиранов, кипселидов, но закончилось все тем, что сложилась в нем торговая олигархия с 581 года до нашей эры. Афины постепенно развелись в торговую демократию. Опять же, за восьмой, седьмой, шестой века до нашей эры, от эпохи Архонтов до эпохи Клисфена в 509 году до нашей эры, афины прошли путь очень значительный, и там сложилась торговая демократия. Ну, а Спарта за восьмой, седьмой века под влиянием войн с соседними сеней превратилась в земледельческую олигархическую республику, своеобразную, очень своеобразную республику, где вроде бы и демократия, но при этом власть в руках коллегии эфоров и совет старейшин по возрасту. О всех этих типах полисов я записал отдельные лекции, которые вы можете найти на моем канале. Теперь, что касается полисов в целом. Полисы – это политические единицы, которые можно назвать общинами, гражданскими общинами. Эти общины представляли собой коллектив землевладельцев, земледельцев. Это люди, которые одновременно могли и владеть землей, и работать на ней. У них были общие божества, и эти люди защищали свою страну с оружием в руках. Называемая полисная триада предполагает, что гражданин одновременно является землевладельцем и воином. Вы не можете владеть землей в полисе, если вы не защищаете его с оружием в руках. Вы не можете не владеть землей, если вы обладаете политическими правами, если вы гражданин, если вы воин. В дальнейшем полисы превратились в города-государства по своему типу, из гражданских общин. И примерно к классической эпохе, там, 5-4 века до нашей эры, абсолютное большинство полисов были именно городами-государствами. То есть с самоуправляющимися поселениями, с городским центром и округой, которая его содержала, и множеством, множеством подчас зависимых колоний, как в случае с афинской морской державой, с колониями и другими вещами. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, постараюсь ответить. На этом благодарю за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...